Дорогие друзья, меня зовут Андрей Долгов и сегодня мы поговорим о авторской инструментальной музыке. Как вы видите, сегодня у меня на клавиатуре разложено очень много дисков, целых больших три стопки. И я уже потихонечку буду вам некоторые альбомы показывать и рассказывать о некоторых из них, что вообще побуждает писать в ней инструментальную музыку и что вообще нужно ли писать инструментальную музыку. Первые свои треки я начал, первые композиции сочинять еще в 2011 году. Первый альбом, наверное, пожалуй, вышел. Тогда не было такой задачи, там создавали какой-то документальный фильм о сиротах, о детских домах и меня просили написать музыку для этого документального фильма. Потом я написал несколько «Время героев». Это был инструмент, спектакль Самарского театра, я написал музыку. Потом для студенческого театра Самарской государственной академии культуры и искусств тоже было написано на некоторых спектаклях фортепианная музыка. Наверное, в моем творчестве все-таки преобладает сочинение именно фортепианной. Это в стиле романса, без слов. Это откровенная музыка, камерная в первую очередь. Это естественная синтезированная музыка, сделанная в окраске на вот этом синтезаторе, на этой машинке. МОКС-8. МОКС-8. Это «Ямаха», естественно. И, безусловно, фильм о природе, о Самарской луке, тоже была написана музыка, взята из этих инструментальных альбомов. Конечно, свою инструментальную музыку я использую и в литературно-поэтических проектах, когда читаю стихи классиков-современников, то музыка моя инструментальная ложится, безусловно, ложится на эти стихи. И как никогда приятно, когда ты получаешь уникальное удовольствие от жанра мелодикламации. Всего вышло, наверное, пожалуй, где-то около 25-30 альбомов к 2020 году за 10 лет. Я не считаю, что это мало. Наверное, да, это одна треть, пожалуй, моего творчества, моей композиции. Знаете, когда молодые студенты журфака и маститы, и журналисты, бежут у меня небольшое интервью для местных каналов, телевизионных различных интернет-каналов, они спрашивают мне одно, насколько тяжело вообще писать музыку, и каким образом это получается. Наверное, для того, чтобы написать шедевр, я не скрою, действительно шедевр, так, чтобы это понравилось, в первую очередь, самому себе, и захотелось это повторить, наверное, должно быть какое-то стрессовое состояние. Это либо улетающее состояние, либо, наоборот, взрыв эмоций, который тебя несколько так прижмет к земле и, наоборот, взлетишь в облака. И там именно на таких моментах и создаётся настоящая, настоящая музыка. Все мои альбомы, они опубликованы на странице ВКонтакте, DS Radio, латинскими буквами. Также звучит в эфире моя радиостанция «Милосердие и жизнь» на сервисе 101.ru. И некоторые альбомы, некоторые композиции, простите, звучат, конечно, и в виде видеороликов в Ютубе. Особенно это касается альбома про Юрия Гагарина. Это Cosmo Music альбом называется. Он тоже таким образом, в некоторой треке, там они такого фэнтези, я бы сказал, стиля, электронная музыка, там в большинстве случаев используется. Также она создана при помощи Фрутилупс и программы, вот, и сведения «Мастеринка Майор», фонограмма голоса Юрия Гагарина там есть. И, естественно, применены различные фильтры, примочки, различные присадки. Но соло-партии инструментов, поверьте мне, они все сыграны мной в живую. Я продолжаю вам показывать различные свои инструментальные альбомы. Как вы видите, здесь, пожалуй, даже, наверное, я увеличился, здесь не 30, здесь и побольше, друзья мои, будет. Вот, сейчас, наверное, в целом, мое творчество насчитывает. Вот, я последний раз считал, было около 102 альбомов. Я не хочу на этом останавливаться. Студия ЦАД, творческая студия Андрея Толгова, продолжает свое существование. И, наверное, может, это, может быть, громко сказано, но все-таки, пока будет питься мое сердце, я не смогу остановиться и не писать музыку. Хотя я увлекся и жанром литературным. Я написал, как вы знаете, повесть «Спасибо, Аист, и не состоявшийся артист». Многие спрашивают про меня ли это, про меня ли это повесть, не состоявшийся артист. Я могу сказать, наверное, на этот вопрос в какой-то степени да, потому что там описывается часть моей жизни. Но все-таки первоначально самая важная вещь, я хочу сказать только одно. Я в понимании, как артистка-звезда, я себя не рассматриваю. Единственное, чего я хочу в своей жизни добиться, это творческого признания. Признание меня как композитора, музыканта, но ни в коем случае не исполнителя и не солиста, не артиста в том понимании, как человек, который выходит на сцену и танцует, пляжет, веселит народ и так далее. Мне это тяжело делать. Как вы понимаете, да? Но имея определенные физические недостатки, мне физически это делать тяжело. Однако вот продвигать себя как аранжировщика, исполнить как гитариста, как композитора, я очень-очень даже хочу. И делаю это так, как я могу. У меня нет никаких комплексов по поводу того, что моя жизнь там не удалась, там кто-то скажет, что я делаю, что это зря. Но сегодняшний день у меня всего 31, кто-то скажет, что уже 31, но ведь 31 это даже не 50 и даже не 60. Давайте мы все-таки будем здравомыслящими людьми. И есть замечательная фраза, вы ее точно знаете, что делай, что должен, и будь, что будет. Очень хорошая фраза. Она для меня в какой-то степени, наверное, даже ценна. Я очень хочу в этой фразе видеть себя и делать по этой фразе действительно то, что должен. И тогда вы, как зрители, пожалуй, решите будь что будет. Первое свое сочинение у меня называлось оно «Театр». Это композиция фортепианная была. Была она жалостливая. Я, как мальчишка, просто влюбился в одну из студенток, когда еще учился в Академии культуры. И тайны, естественно. И мне хотелось таким образом выразить свои чувства. Я написал композицию, которая называется «Мой театр», если не ошибаюсь. Она была включена тогда в какой-то один из альбомов. Было еще написано какое-то стихотворение. И потом, в дальнейшем итоге, этот трек, композиция, театр, я сделал анжировку уже для целого оркестра, эстрадного, такая лирической композиции, в какой-то степени эпической, я бы ее даже назвал. «Летопись других времен». «Белая гора» или «Летопись других времен». Там композиция потом стала называться. И вот такая вот вышла история с самой первой моей композицией. Я помню, как я первый раз сел за фортепиано. Дома мне было где-то, наверное, 12, может быть, побольше, может быть, 13 лет. Где-то так. И у меня так сильно это была весна, на эти пора, вот этих вдохновений. Мне так сильно захотелось написать какой-то романс или инструментальное сочинение. Но у меня случилась паника. Я пытаюсь играть какую-то мелодию, а у меня нету знаний ни о фактуре, ни о гармонии, ни как сопровождение какое-то делать что-то и так далее. Я помню, пытался написать его в тональности до минор. Мои одной из самых любимых тональностей на тот момент, когда я был подростком, я обожал до минор, там три беморика всего, семья ля бемой. Мне так это все нравилось. И мне ничего не получилось. Сколько я не пытался, я никак, у меня был замысел, но я не смог его воплотить в реальность, в жизнь. мне было очень грустно от этого. И я был настолько разочарован сам в себе, что я начал задаваться таким вопросом, он такой критический вопрос был на самом деле. «А что ж, получается, что все, что я учусь в музыкальной школе, я делаю все зря, это никому не нужно, я никогда не смогу не стать ни исполнителем, ни артистом, ни композитором, ничего из меня не получится». То есть, вы представьте себя, для подростка в какой-то степени это был такой удар. Это, конечно, простите, не переоценка ценностей, потому что от кого-то еще не имеешь, но определенный спор внутри себя у меня возник. Была потом мечта, где-то начиная от 12-14 лет, мечта о том, чтобы появилась студия звукозаписи. Но, представляете, это начало 2000-х, это просто было нереально. У меня простая семья, я воспитывался без отца, мать была медработником, бабушка тогда уже была на пенсии. И, ну, представляете, семья, да, откуда? В простой семье можно было достать какие-то средства. У меня был сперп, это там музыкальный центр, был кассетный микрофон какой-то, там, он, филипс был. Вот. Я начал считать вот это все типа своей студией. Тогда еще не было распространено до компьютеров, может, так и технология быстрее дошла. Сейчас все это гораздо, друзья мои, проще. видите, есть YouTube, есть социальные сети, и такой информационный взрыв, информационный бум, я бы его назвал. Вот. Такой получился. Я, друзья мои, продолжаю рассказывать и показывать вам свои инструментальные альбомы. мне интересно вам все это показать, потому что все это также опубликовано на моей странице ВКонтакте Диез Радио Латинским Буквом Андрей Долгов. Каждый альбом в отдельности в плейлисте. Пожалуйста, заходите и слушайте мои проекты, мои альбомы. Ну, не зря, что, говорится, я все это писал. Некоторые композиции, возможно, даже вам понравится. Джазы по альбому, безусловно, у меня тоже есть. Это «Прогулка» она называется. Там очень много джазовых композиций. Есть и духовные сочинения, музыка. Почти все треки, которые я выпускаю, всегда имеют определенную программность. То есть каждая композиция имеет свое название. Одно время у меня был с этим спор, я пытался отказаться от названий, чтобы вы сами слушатели придумывали себе те образы, которые вам нужны. А с другой стороны, я подумал, что может быть мое восприятие мира, композиционное, творческое, музыкальное, поможет вам, если я дам название каждому треку, и вы сможете что-то представить от меня, чтобы добавить свое, и таким образом стать моим соавтором, или даже режиссером, собственным режиссером, при прослушивании той или иной композиции. И в итоге так получилось, что некоторые фомы не имеют, они имеют программность, название треков, а некоторые нет. Одна из журналистов одного известных местных телеканалов меня спросила, скажите, Андрей, откуда вы берете эти названия? Это не нашелся, что ответить, потому что у меня как-то был странный этот вопрос, откуда? Из головы, откуда? Из того, что меня наполняет, из того, что я наполняю себя. очень важно, наверное, чтобы каждый из нас умел воспитывать сам себя. Скажем, воспитывать это, может быть, не то слово, но контролировать поток той информации, которую ты слышишь, которая в тебя входит. И вот если ты контролируешь этот процесс, этот поток, то значит все, что в нем все, что ты слышишь, видишь, ты потом, в конечном итоге, воплощаешь, перерабатываешь, создавая какой-то новый продукт. И таким образом получается то, что я сегодня показываю вам, о чем я рассказываю и так далее. Много кто пишет современную, много композиторов, которые пишут современную инструментальную музыку. Пускай я буду один из них, неизвестный человек, который пишет в каком-то небольшом городе Милленики, в котором всего 8 миллиона 300 жителей, он тоже пишет инструментальную музыку. И если даже где-то кому-то понравился хотя бы один трек из всего этого, из всех вот этих больше тысячи, даже, наверное, больше, ну, тут где-то получается около двух тысяч композиций, может быть, даже с половиной тысяч композиций, значит, я писал это не зря. Если духовно эта музыка кому-то когда-то помогла в чем-то, значит, у меня все это было сделано не зря. у меня был в прошлом году юбилей, 30 лет, такой маленький скромненький юбилей, к нему я выпустил альбом, который называется «Голубая лагуна». Всем советую послушать, потому что он составлен из лучших композиций, инструментальных, которые были мной написаны за все эти 10 последних лет, пока существовал моя студия «Сад». Существует. поэтому пожалуйста обратитесь к этому альбому «Голубая лагуна», он также выложен на моей странице ВКонтакте «Диэс Радио», Владиславский и Андрей Долгов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я с вами был Андрей Долгов и до новых встреч в эфире.